Всем привет! С вами снова я, Евгений. Я продолжаю делать свою речь чище, лучше, красивее, приятней. Наступил 12-й день моей работы над своей речью. В первую очередь я хочу поблагодарить пользователя под ником Муслим. Муслим, спасибо тебе большое, ты скинул мне очень интересную, нужную, полезную информацию, которую я буду обязательно практиковать. Также хочу затронуть такой момент, я вчера говорил про канал заикания, я смотрел видео немного побольше. Вижу, что человек действительно заикался сам, человек сделал свою речь чище, лучше, человек знает о чем он рассказывает. Хочу также обратить внимание на то, что я заметил именно касаемо заикания. Вчера я уже об этом рассказывал, что когда я наблюдаю за своей речью, к примеру, когда я разговариваю шепотом, то я не заикаюсь. Я более конкретно наблюдал этот момент, и получается, что шепотом моя речь, можно сказать, барьер не вызывает. То есть, почему я веду, что моя обычная речь этот барьер вызывает. Так что вызывает этот барьер, именно в моей речи. Вот, вчера эти были слова. Дрова, трава, и еще. Ну, в принципе, не важно. Я заметил также, что когда поешь, в принципе, в голос, этого барьера тут тоже нет. И это означает, что здесь не в громкости речи идет суть. А в чем-то другом. Что есть этот кирпич? Это получается, как некий зажим горля. Как я его вижу. И он появляется, я так понимаю, это либо как привычка, либо как некое, не знаю, как это назвать, препятствие для того, чтобы я этого не делал, чтобы, возможно, защитить мою речь как-то. И суть того, чтобы сделать речь чище, именно не преодоление этого барьера, а сделать так, чтобы этот барьер не появлялся. Как это можно сделать? Я вот обратил внимание, что немного растягивая гласные, особенно если это идет в предложении, несколько слов. К примеру, обратимся именно к этой скороговорке, где идет раз, трава, два, трава, три. И сейчас было довольно-таки тяжело на самом деле, но я сейчас как-то разговариваю, можно сказать, по-обычному и не углубляюсь именно в этот метод. Но когда я растягивал их, у меня получалось преодолеть этот момент. Но я считаю, это требует практики, требует именно акцентирования, внимания на этом. И впоследствии, впоследствии реально это может помочь. И также необходимо не забывать о том, чтобы речь свою замедлять. Я также хочу сказать про момент. Вот вчера мне написали комментарий по поводу того, что Жека не парься. Если обращать внимание на проблему, тогда она еще больше активируется, так скажем. Я дословно не помню, что там написали. Ну, смысл такой. Как я считаю, да, как именно отталкиваюсь от своего опыта. Если я рассматриваю проблему со стороны страха, то есть цель моя избавиться именно от этой проблемы, меня толкает именно мой страх, тогда, да, я постоянно и постоянно об этом думая, я, можно сказать, постоянно думаю о своем страхе. И тем самым проблема моя становится только больше. Усугубляется именно момент социальных страхов. Это социофобия. Также я хочу акцентировать внимание для того, чтобы каждое слово научиться. Ну, не каждое прямо слово, а, скажем так, сочетание букв в словах, такие как «Дорова», «Торова», «Голова», «Привет», «П», «Б», 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 «Б». Чтобы говорить. говорить слова говорить эти слова я уже что-то смысле много сбился извините так в общем то чем я говорить эти слова четко стараться возвращаться и приучать себя говорить их говорить их именно сейчас говорить их да вот еще такой момент что многие буквы на которые я заикаюсь их можно делать менее звонками и проговаривать их но не четко там допустим д.д. дом даты давайте приступим к ежедневному чтению скороговорки на этот раз я хочу немного медленнее ее читать использовать еще определенный метод давайте-ка приступим в четверг 4 числа 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в либурии но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали и потом протокол про протокол протоколом запротоколировал как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик и чисто да не чисто репортовал, да так зарепортовался про мокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный претендент лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки который начерно курен трубкой не кури турка трубку купи лучшую кипу пик лучше пик кипу купи а то придет бомбардир из Брандербурга бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него пол двора рылом изрыл вырыл и подрыл но на самом деле турка не был в деле да и Клара крали в то время крылась Кларю потом Карл у Клары крал Карала за что Клара у Карла у Крала Клар нет а потом на дворе дегодниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали но грех не смех не уложить в орех а Кларе с Карлом во враге все раки шумели в драке вот и не до бомбардира ворам было ну и не до теготниковых вдовы и не до теготниковых детей зато рассердившаяся вдова убрала сара трава раз трава два трава три трава не вместились все трава и два дровосека два травокола дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вшили двора обратно на травяной двор где цапля чахла цапля сохла цапля сдохла цыпленок где цапля цеплялся за цепь молодец против овец а против молодца сама овца который носит Сеня Сена в сане потом везет Сеньку Соньку с Санькой на санках Санке скок Сеньку в бок Соньку в лоб все сугроб а оттуда только шапкой шишки шип затем по шоссе Саша пошел Саше на шоссе Саша нашел Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку да при том у Соньки вертушки во рту еще и три ватрушки аккурат в медовик но ей не до медовика Сонька и с фатрушками во рту панамаряк перепанамарит перевыпанамарит жужжит как жужелица жужжит да кружится была у фрола фролу на лавра наврала пойдет лавру на фрола лавру наврет что фахмистер с фахмистершей ротмистер с ротмистершей у ужа ужата у ежа ежата а у него высокопоставленный гость унес трость и вскоре опять пять ребят съели пять опят с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины до 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под просто кваши во всем о том о холокола колокола звоном разванивали да так что даже Константин Зелезбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал как все колокола не переколоколовать не перевыколоколовать так и всех скороговорок не перескороговорить не перевыскороговорить но попытка не пытка так ну знаете мне хочется еще раз попробовать просто как-то в каких-то моментах я прям тут удивился я обычно даже там не заикался а тут заикался и на Д дрова раз дрова два дрова три дрова не вместили все дрова опять дрова да вот необходимо говорить тут даже не так скажем не в громкости идет речь четкость что ли сейчас еще раз попробую и в темпе кстати четверг четвертого числа четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии но 33 корабля лавировали лавировали да так и не вылавировали и потом протокол про протокол протокол запротоколировал да не чисто репортовал ой извините запротоколировал как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да не чисто репортовал да так зарепортовался про раз мокро погодившуюся погоду что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе Где хохлатые хохотушки хохотом хохотали И кричали турки, которые начерно обкурен трубкой Не кури турка трубку Купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи А то придет бомбардир из Брандербурга Бомбами бомбардирует за то, что некто чернорылый у него пол двора Рылом изрыл Вырыл и подрыл Но на самом деле турка не был в деле Да и Клара, кораля, в то время коралась Кларю Пока Карл у Клара, корал, корал За что Клара у Карла, у Крала, Клар нет А потом на дворе дикотниковых вдовы Варвары Два этих вора дрова воровали Но грех не смех не уложить в орех А Клари с Карлом во браке Все раки шумели в драке Вот и не до бомбардира в Варварам было Но и не до дикотниковых вдовы и не до дикотниковых детей Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова Раз дрова, два дрова, три дрова Не вместились все дрова И два дровосека, два дровокола, дроворуба Для расчувствовавшейся в Варвары Выдворили дровавшую двора Обратно на дровяной двор Где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла Цыпленок же цаплей цеплялся за цепь Молодец против овец А против молодца сама овца Который носит сеня сено в сане Потом везет сенька с сонькой на санках Санки скок, сеньку в бок, сонька в лоб Все в сугроб А оттуда только шапкой шишки шип Затем по шоссе Саша пошел Саше на шоссе Саша нашел Сонька уже, Сашкина подружка Шла по шоссе и сосала сушку На притон у Соньки Вертушки, во рту еще и три ватрушки Аккурат в медовик Но ей не до медовика Сонька и с ватрушками в порту Пономарят, перепономарит, перевыпономарит Жужжит, как жужелица, жужжит, да Кружится, была у фрола, фролу На лавра наврала, нападет к лавру На фрола, лавра наврет Что пахмистер с пахмистершей Ротмистер с ротмистершей У жа-ужата, у ежа-ежата А у него высокопоставленный гость Унес рость И вскоре опять пять ребят Съели пять опят С полчетвертью четверика Чечевицы бесчервоточины До тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов С творогом из сыворотки Из-под простокваши О всем о том Охого кола, колокола Звоном раззванивали Да так, что даже Константин Зальцбургский Беспеспективняк Из-под бронетранспортера Констатировал Как все колокола Не переколоколовать Не перевыколоколовать Так и всех скороговоров Не перескороговорить Не перевыскороговорить Но попытка не пытка Я Вот второй раз Мне кажется Было прям получше В моментах Опять же на словах Дорова Я немножко Возвращался К старой манере Но Такое ощущение Что я просто Говорю Немного без напряжения Как это вот объяснить Что Баларьер Такое ощущение Что Он не возникает Я чувствую Что вот если я Речь напрягу То он Возникнет Но он не возникает Потому что я ее не напрягаю И Ну Проходит все Гладко То есть нет этого Ступора В зажимах Да Я опять же повторюсь Там В какие то моменты Он у меня Возникал Но На то и нужна Практика Чтобы Этого не было Да Я на самом деле Доволен Результатом Сейчас Результатом Я доволен Результатом Результатом Результат есть Вот сейчас опять Результат есть Результатом Результат есть Результатом Да, вот даже в произношении, вот сейчас R, результат, вот сейчас по-обычному, результат, ре, результат, результат, или результат, результат. Немного ниже, да, получается, и ниже сама речь идёт, как получается, и результат, результат. Да, получается, я так ощущение, что разговариваю не вот отсюда, а немножко ниже, не кури турка трубку, купи лучше, так, давайте вот момент с дровами попробуем, зато рассердившуюся вдова убрала в сарай, дрова, раз, дрова, два, дрова, три, дрова, не вместили все дрова, и два, дровосека, два, дровакова, дроваруба, для расчувствующихся варвары, выдворили дрова, вширь двора, обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, так, ещё раз, да, там ещё насморк, носом дышать. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова, раз, дрова, два, дрова, три, дрова, не вместили все дрова, и два дровосека, два дровакова, дроваруба, для расчувствующихся варвары, выдворили двора, вширь двора, обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, но в этом что-то есть, это точно, то есть разговаривать немного ниже, нежели как я общаюсь обычно, вот и шёпот на самом деле, да, Ева? Шёпот, 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 ш Раз дрова, два дрова, три дрова, не вместились все дрова, и два дровосека, два дровакола, дрова-руба. Для расчувствовавшейся варвары выдворили дрова, вшили двора, обратно на травяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Но буду больше акцентировать на это внимание, я также тренируюсь и вне видео, тоже делаю практики, смотрю, сейчас нашел видео еще по поводу темпа, как менять темп, возможно, тоже это может помочь этот момент, потому что скорость речи это одно, а темп это вот, к примеру, как чтение стиха в определенной манере. Ну вот опять же повторюсь, когда я читаю стих, я не заикаюсь, то есть мое горло, мое горло, горло, я скрыто. Разговаривать так всегда, вот сейчас я там сделал паузу, повторил слово без запинок, это, конечно, возможно и правильно, но лучше, когда слова идут в словосочетание, потому что каждое отдельное слово назвать без запинок довольно-таки просто, возможно, не из первого раза, а чтобы это было в словосочетании или вот в чтении, в чтении, то тоже непонятно сейчас на чем. Ну, в общем, есть над чем еще работать, но улучшения явно есть. Думаю, на сегодня все, всем спасибо, делитесь своим опытом, меня это дополнительно мотивирует, дополнительно меня мотивируют ваши просмотры, все, всем спасибо, всем пока.